Монах Пахомий, и его называют основателем монастырского образа жизни. То есть, если до этого аскеты-отшельники уединялись и жили сами по себе, как один человек, ко многим из них из городов приходили за молитвой, за поддержкой, за консультацией. Вообще, первые монахи ввели достаточно, ну как бы, некоторые монахи, не все может быть, но активный образ жизни, во время каких-то богословских споров или гонений, они могли возвращаться в города, пользовались там серьезным авторитетом и поддерживали, ну, допустим, в споре с орианством они поддерживали ортодоксальную точку зрения. То есть, старались все-таки в какой-то жизни такой участвовать. Одно время монашество стало таким модным, что говорят, как бы шутят, что в египетской пустыне жило людей больше, чем в городе. И уже правила какие-то предпринимали, что монах от монаха должен жить на расстоянии, чтобы не видеть друг друга. Потому что ты проснулся, какое тут уединение, куча людей вокруг. И в конце концов стал вопрос о, скажем так, монашеском общежитии, о монастырском общежитии. И основателем такого общежития стал монах по имени Пахомий. Он был одним из последователей Антония, но он не уединился. Образовалась небольшая группа христиан, которые перебрались на пустынный остров на реке Нил и, по сути, построили там первый монастырь. Это не выглядело как сегодняшний монастырь, просто это была такая деревенька, общежитие людей, удалившихся от мира. Монах происходит от греческого слова моно, один или уединенный можно перевести, слово монах, уединенный. И пришлось Пахомию выработать специальный устав, потому что были какие-то правила общежития, элементарно работать как-то надо было, дежурить может по очереди. И правила поведения он прописал. Это был достаточно такой строгий указ. Там было описано, что монахи должны отказываться от брачной жизни, жить вдали от мира и людей, строгое воздержание в пище у них должно быть и держать свою плоть в постоянном изнурении, чтобы приблизиться таким образом к Богу, как они считали. Также они занимались земледелием, плели веревки, корзины, потом это реализовывали и какие-то денежки получали. И именно с IV века число монахов стало очень сильно расти, и Пахомий также стал основателем женских монастырей. Он организовал подобные общества для женщин. Первый Пахомий, да, образовал женские монастыри. Интересно, что жили монахи так в палатках, палатки назывались мандры, а директор общежития, то есть главный монах, да, он посередине стояла большая палатка с таким местом для молитвы там, людей, она называлась Архимандра. Оттуда пошло потом название Архимандрит, да. То есть палатка мандра, и оттуда Архимандра была. Хорошо, что еще можно сказать? В то время, вот, интересный момент, в то время монахи не имели никакого отношения к духовенству, то есть к священству, да. Они не были официальными служителями церкви. И ко многим из них церковь даже относилась настороженно, потому что, ну, может, разные странные вещи происходили. Вообще то, что, если говорить, они были как протест против омерщления церкви. Омерщление – это не смерти, а церковь стала мирской, скажем так, да. То есть священство стремилось обогатиться за счет прихожан, священство не было духовным, и многие люди, они искали Бога, и в протест от того, что церковь ничем от мира не отличается, они просто уходили, чтобы сохранить себя для Бога. Ну, знаете, мы знаем, Писание говорит, что Господь не хочет вывести нас из мира, но сохранить в мире, амин. И именно такие люди, может, многие из них, на самом деле, возможно, были светом. Но если ты свет, ты должен находиться среди людей, чтобы светить. Потому что уходить в пустыню – это все равно, что тебя ставят под кровать, как светильник. Ну, может, тараканом нескольким ты и посветишь. Но люди тебя не увидят, да. И поэтому я думаю, что они бы больше пригодились, конечно же, среди обыковенных, обычных людей. И знаете, монашество тоже нельзя рассматривать однозначно, потому что именно в среде монахов, конечно, монашество, конечно, родились многие заблуждения, которые есть сегодня. Молитвы мертвым, непонятные… Вот безбрачия, да, целебат, непонятные истязания над плотью, да, которые берет свое начало отнюдь не в иудаизме и не в христианстве. Нормально евреи относились к своей плоти, я думаю, ну, кроме моментов, когда постились, да. А это именно берет свое начало в таком смеси язычества с греческой философией и неоплатонизмом, где материя зло, уничижая ее, да. И тогда дух твой будет возрастать. И на самом деле для многих целебат стал, скажем так, поводом к другим извращенным моментам, как бы, а наоборот, не моментам освящения, да. Потому что, ну, если грех здесь и здесь, ты от него, от себя не убежишь, короче. Да, географию поменяешь, ничего не изменится. Хорошо, да, ты его найдешь, где захочешь, если захочешь. С другой стороны, опять же, благодаря монахам, Европа сегодня, ну, обязана монахам своей грамотности, допустим. Потому что первые миссионеры, монахи, они распространяли Евангелие, и многие из них были настолько посвящены, они не боялись идти к варварам. Они умирали, их убивали за Христа, шли другие, продолжали проповедовать Евангелие. И, конечно, Европа стала обращенной христианской. Ну, насколько христианская, это уже другой вопрос. Но, в принципе, распространялось христианство именно благодаря им, первое. Второе. Они обучали, на самом деле, грамотности Европы. Некоторым народам они дали грамматику, да, что ли, шрифт. Ульфила, например, перевел Библию для готов. Кирилл и Мефодий придумали кириллицу с единственной целью перевести на язык славян Библию. С единственной целью мы о них будем говорить, да, тоже. И было такое даже, что у некоторых, допустим, известная такая кельтская миссия. Это кельтские монахи, они не признавали авторитет Рима и были оторваны от них. Со временем, конечно же, пришлось им подчиниться. Те, кто не подчинялись Папе Римскому, их отлучали от церкви. Но сейчас пока тот период, который мы проходим, Папа Римский еще не главный епископ над всеми, да. То есть он один из епископов. Мы знаем, есть разные центры. Это Иерусалим, Константинополь, Александрия, Рим, да, там в Антиохии есть центр. Но потом Папа Римский стал возвеличиваться над всеми. Но был момент, когда кельтская миссия абсолютно не подчинялась ему, и они двигались именно в таком первоапостольском достаточно духе. И часто у них была такая стратегия, они приходили к какому-то, скажем так, оседлому населенному пункту, где жили варварские племена. Они строили типа монастыря там рядышком, оказывали медицинскую помощь. И было такое, что посылали команду, допустим, по образу апостольской 12 человек. Из них один был строитель, допустим, другой был хорошим врачом, один был педагогом, третий был духовником, четвертый еще какой-то профессией обладал. И постепенно центр жизни перемещался в монастырь. А деревня обрастала вокруг, короче, монастыря. И они приносили своего рода цивилизацию. Так что трудно однозначно дать этому оценку. Но тем не менее, как бы и самые такие серьезные заблуждения выходили оттуда. Именно основное их отступление – это, на самом деле, уничижение плоти для достижения праведности. Чем жертва Христа абсолютно уничижается? Потому что в ней уже всего достаточно. Никто не говорит, что нужно вести, как… Знаете, мне нравится, как мой пастор, Горский Сергей, он часто говорит так, что можно поститься, а можно вести постный образ жизни. В хорошем смысле этого слова, да? Постоянно вести постный образ жизни. Что-что? Да. Да, аминь. В том смысле, что обладать в хорошем смысле, как бы, христианским самообладанием. Аминь. И вести просто святой образ жизни. Конечно, это непросто. Легче один раз там отпаститься, да? А потом, ууу, опять гулять, да? Вот. Ну, потом отмолить свои грехи. И, конечно же, издевались над собой монахи. Известен такой, может, слышали, Симеон Столпник есть, особо почитаемый. Говорили, что его слова, как проклятие, что он оговорил, то избывалось. Насколько это было от Бога, трудно себе представить. Он делал такие вещи. Вначале он приказал зарыть его по горло, и какое-то время, там, по-моему, полугода провел вот так, зарытым его там подкармливали, поили. Он все под себя делал там. И когда вышел, наверное, благоухание было особым. Потом он простоял на столбе всю жизнь. Этот столб модифицировался. Вот таким образом он как бы, ну, отображал Христа, наверное, я не знаю. Потом этот столб сделали больше, он стоял на этом столбе. И у него образовались ученики, они собирались внизу, тоже подражали ему. Он иногда выходил, им проповедовал. Из-за того, что он долго стоял там на столбе, у него атрофировались ноги, стали гнить, медицинской помощи никакой. Черви их ели. Видно уже, там же он и нужду справлял, иногда они это убирали. Черви, даже описывается такое, что черви сползали со столба. Наверное, ему уже надоел такой образ жизни, они хотели другого. А он говорил ученикам собирать их и обратно туда. И он брал их на себя, ставил. И как бы вот это вот, скажем так, особым благочестием считалось. Симеон Столпник. На Руси потом монашество тоже принимало такие очень искаженные черты. Монахи носили железные шапки, железные полица, железные ботинки. Летом, представьте себя особенно, да, солнышко печет, страдая со Христом. Известен такой, а, Василий Блаженный, голым ходил зимой и летом, его Иван Грозный даже боялся. Иван Грозный боялся, я бы тоже, наверное, боялся, не знаю, что ожидать от этого человека. Он и в храм полностью голым заходил. Это считалось особой, как бы, особым благочестием, особой благодатью. Ну, Блаженный, как понимать это слово? Как понимать это слово? Победа, Блаженое, это как раз таки от себя что-то делаешь, а Блаженное, это счастливое. Ну вот. Да? Вот так вот. Слава Богу. Был счастливый, наверное, я не знаю. Он не был счастливый. Может быть, может быть. Благослови его, Господь. Да, это не наш. Я голым не пойду, это точно. Знаете, нужно еще на людей обращать внимание. Кроме того, что ты счастливый. Ты можешь по-своему быть счастлив, а все вокруг плачут. Это не тот путь счастья. Есть такой, почитается также на Руси, Алексий Чек Божий. Человек Божий. Ну, так произносится. Алексий Чек Божий. Тоже жил, как обычный человек, должен был жениться. И вот в последний день перед свадьбой, вдруг на религиозной почве его как бы так застегнуло. И он ушел, не предупредив ни родных, ни близких, ни отца, ни мать. Он единственный был в семье, его очень любили. Ни невесту. И бродяжничал, не мылся, не стригся, оброс. Естественно, что пахни очень хорошо. Таким образом, как он говорит, прославлял Христа, стрелял за Христа. Через долгие годы он вернулся в свой родной город. И опять не говорил о себе. Самое интересное, что его невеста так замуж никогда не вышла, страдала, ежедневно вспоминала о нем, плакала. И ему доставляло, наверное, не то, что удовольствие, наверное, не так, а он считал, что он страдает вместе с ними. Когда он подходил под свой дом и слышал, как плачет его мать по нему или его невеста по нему, и он говорил, вот как я страдаю за Христа. Это похоже на такой мазохизм какой-то такой нездоровый. И садизм в той же степени. Больше всего он как бы сказал, что страдает за Христа, когда однажды он пришел к себе домой и просил милостыню у своего отца, а тот его не узнал и прогнал. Он говорит, вот как я страдаю. В последний день, когда он умирал, он признался, кто он. Все были в шоке, конечно. Сказали, что он сказал, что я вот сын ваш, жених твой должен был быть. Он долго не прожил, умер, потому что он в таком состоянии здоровья. А? Да, наверное, да. А может, папа придушил. Слава Богу. Хорошо. Ну, конечно же, эти вещи абсолютно нездоровые вещи в христианстве. Это однозначно. И с другой стороны, мы также скажем, что все-таки в монашество были положительные моменты. Самое интересное, что вот такие вот отступления в нездоровую такую тему, они в основном сопровождали восточное христианство, византийское христианство. Оно от западного всегда отличалось, отличается и сегодня. Западное, католическое, оно более практично, прагматично. Они что делали? Шли, лечили, обучали, проповедовали Евангелие, были миссионерами. Восточное христианство не особо известно миссионерами. Мало миссионеров. Западное христианство говорит, нужно что-то делать для Христа, служить Ему. Восточное говорит, нужно созерцать Христа. И я думаю, что и то, и то должно иметь в нашей жизни определенные вещи, но ни то, ни то не должно быть доведено до крайности. И вот как бы созерцая Христа, не служа никому, они учили о внутреннем свете. Вот это учение, которое можно иногда слышать сегодня даже в церквях, что ты настолько пребываешь в Господе, что потом идешь, и все на улице узнают, что ты был в Господе, как бы. Но ты не приповедуешь при этом, ничего не делаешь, но какой-то ты удивительный, у тебя свет, ты преображаешься и так далее. Это восточное большее христианство. Хорошо. То, что я говорил, что в IV веке монахи еще не принадлежали к церкви, они не относились к священству, и когда им нужно было привести причастие, они из церкви приглашали священника, который приходил, и вначале он им это причастие преподавал и проводил богослужения. Потом монахам разрешили проводить богослужения, но только в монастыре для мирян они не имели права проводить богослужения. Со временем, конечно, это изменилось. И если вначале монахиство выражало протест против омерщления церкви, в конце концов она с церковью слилась и стала инструментом церкви. Слава Богу. Хорошо. В это же время появляется, скажем так, схема или система богослужения, то, что мы называем литургией или чин литургии. Основателями литургии, основателями как бы вот этого основного богослужения были два человека – Василий Великий и Иоанн Златоуст, которого назвали так за его красноречие. Василий Великий и Иоанн Златоуст изобретают литургию, вы можете сказать так, или чин литургии. Изобретают литургию. Или чин литургии. Конечно же, к этому времени в церкви уже было, если мы касаемся пятого века, было много необращенных, нерожденных свыше людей, которые внутренне оставались язычниками, формальные христиане. Богослужение было наполнено пышными всевозможными обрядами, и на проповедь почти не оставалось времени. Это было зрелищем больше, потому что подражали язычникам в этом. Библия была в рукописном виде, была дорогой, и поэтому не все могли иметь ее элементарно. Поэтому некоторые прихожане могли слышать Слово Божье только в храме в воскресенье. А так как проповедь была короткой, ей внимания не уделялось, можно предположить, что люди вообще практически не слышали Слова Божьего, но при этом называли себя христианами. Да, называли себя верующими. Хорошо. Также, если мы касаемся этого периода рядышком, то обязательно мы должны поговорить о человеке, которого называли Блаженный Августин. Блаженный Августин. Годы жизни 354-й, 430-й. Годы жизни 354-й, 430-й. 430-й. Августин. Августин Блаженный. Он родился в семье знатных римлян. Его отец был язычником, а мать Моника ее звали. Она была преданной христианкой примерно. И она проповедовала Христа и отцу, и сыну, естественно. И незадолго до смерти его отец принимает Христа. Когда он был молодым, ему было лет 17, его отец умер. Блаженный Августин по наставлению, он тогда просто Августин. Матери начинают читать Священное Писание, но ему скучно, он ничего не понимает, ему неинтересно, он бросает это. Больше ему нравится читать греческих философов, особенно Цицерона. И он на этом возрастает, его интеллект, скажем так, да. Он этим пропитывается. Он всегда, можно сказать, что искал, у него были религиозные искания, он искал Бога. И в какой-то период он даже вступает в секту Манихеев. Была тоже такая гностическая секта Манихеев. Он становится частью этой секты. Они также, как многие гностики, проповедуют аскетический образ жизни. Но служители этой секты и верхушка ведут разнузнанный образ жизни, что его возмущает несоответствие этого. И через время он уходит из этой секты. И у него такой период, когда он вообще ни во что не верит. И говорит, в Бога не верит, ни во что не верит. Все ему кажется, ну, как бы, ерундой. В Милане он знакомится с епископом Амвросием. В Милане он знакомится с епископом Амвросием. И тот производит на него большое впечатление, проповедует ему. А его мать молилась за своего сына всю свою жизнь. Самое интересное. Благодаря ему Августин начинает посещать христианские богослужения. У него множество сомнений. У него нет твердой веры. У него куча искушений, страсти в его сердце бушуют. И он не знает, где найти выход. И в этот период он начинает читать послание апостола Павла. И откровение. В конце, потом в своем учении он следует апостолу Павлу. Учение о благодати. Он делает на этом огромный упор. Что наше спасение не зависит от наших сил и наших заслуг. А по благодати. Потому что на самом деле свое освобождение от своих страстей, от своих искушений он получил по благодати. Но я думаю, что если бы он не принял решение искать... Знаете, я верю в свою жизнь, что Божья благодать приходит на наши твердо принятые решения. Может быть ты переживал в своей жизни подобные вещи. Как бы тебе хочется от чего-то избавиться, но ты еще не решил. Как бы ты говоришь, да, но где-то внутри сердца есть червячок. Только ты думаешь, ну, последний раз или еще раз. Никогда благодать Божья на такие вещи... Ну, не то, что никогда, она не приходит. Если ты не решил внутри избавиться от чего-то, ну, что... Бог не примет решение за тебя. Но бывает такое, что у тебя сил нет, но ты говоришь, Боже, у меня нет сил от этого избавиться. Но я это ненавижу, я от этого устал. Помоги мне, Господь. И вдруг ты понимаешь, что через время приходит какая-то сила от тебя независящая. И ты свободен. Амин. То есть я верю в силу применитых нами решений. А Господь на это дает определенную благодать. Амин. Я знаю, что во всем как бы существуют две части. Божья часть и наша часть. Когда читаем псалмы, есть такой момент, там, мне очень нравится, когда написано. Руками Аарона и Моисея вывел ты народ свой из Египта. И пожилые люди уже были они в то время, да. И я так шучу иногда, говорю, Господи, зачем тебе понадобились две пары рук, двух пенсионеров, чтобы вывезти народ свой из Египта. Неужели недостаточно было ангелов, чудес? Неужели ты не сделал это самостоятельно? Ну, как один брат сказал, мы без него не можем, а он без нас не хочет. Знаете? И вот, наверное, это где-то так. Потому что не ангел проповедовал Корнилию Евангелие. Правда же? И не Господь явился ему в проповеди Евангелия. Ангел явился. У Господа достаточно сил показать ангелу. Но ангел сказал, слушай, сам не могу. Пошли за Петром, а? И вот так вот Господь решил действовать. И ты заметил в своей жизни. Ты молишься? Бог двигается. Не молишься? Такое ощущение, что Господь в своей жизни не останавливается. Он не перестает при этом быть всемогущим. Он при этом не перестает быть царем. Правда же? Он может делать, что хочет. Но почему-то он решил двигаться вместе с твоей молитвой. Амин. Написано, возложат руки на больных, будут здоровы. Но пока ты не возлагаешь руки и не молишься, даже шанса нет. Почему? Человек тут не знает. Ты знаешь. Но удерживаешь. Амин. Господь захочет, может всех исцелить. Но почему-то он решил послать тебя с этой молитвой. Амин. Ты проповедуешь, люди обращаются. Не проповедуешь, ничего не происходит. Есть во всем Божья часть, есть наша часть. Конечно, какой вопрос вообще. И он хочет, чтобы стали святыми? Но немного иначе. Хорошо, слава Богу. Короче, я расскажу. В своих мучениях, в своих исканиях он однажды выходит. Он уже вроде как и христианин. Но еще не избавился полностью от своих пороков. И он выходит в сад и молится. Господи, помоги, открой мне, помоги. И вообще Августин был мистиком. И вдруг он слышит в соседнем доме, ребенок просто сидит на окне и поет. Возьми, читай, возьми, читай. И он понял, как это как Божье откровение. Он побежал в дом такой, открыл Писание и стал читать Павла. И Павел пишет. Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью, ни распутству, ни ссорам, ни зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попеченье о плоти не превращайте в похоти. Это римлянам 13 глава, 13-14 стих. И тут вдруг он понимает. Ну, получает откровение, наверное, да, определенное. Получает, принимает силу для того, чтобы разорвать вот эти цепи греха и стать новым человеком. Он объявляет себя реально уже верующим. И потом его крестит епископ Амвросий, от которого он и услышал Евангелие полностью. Интересно, что к тому времени уже повсюду было узаконено крещение младенцев. Но что интересно, смотрите. Его мать, мы говорим, была истинной христианкой, правда? Но не крестила его в детстве, заметили? То есть, были в то время христиане, хотя крещение младенцев было узаконено, были христиане, которые верили, что пусть сам, когда вырастет, сделает свой выбор и крестится. И мать Августина была из таких, и Августин был из таких. Ну, как бы он крестился в зрелом возрасте, слава Богу. Хорошо. Что он делает? Он продает тоже свое имение, раздает на благотворительные дела, а сам начинает служить, соглашается на служение пресвитера. Ну, тогда многие так делали. Потом, через время, он становится епископом и долгое время служит в таком статусе. И его авторитет настолько возрос, что его считали христианским вождем христиан Африки, всей Африки. У него было множество проповедований, он много проповедовал, написал более 250 писем, где богословские вопросы разбирал различные. Он спорил с донатистами, помните, мы говорили, донатисты еще существовали. Но Августин был мягкий, и поэтому он хотел со всеми единства, он встречался с донатистами. Говорил, давайте любить друг друга, давайте жить дружно, давайте будем едины. Они ему там говорили, вы прокляты, в общем. И это именно из спора с донатистами вышел вот такой его лозунг, который все знают сегодня, да? В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Наверное, вы слышали. Вот, его и сегодня используют. И именно тогда в споре с донатистами он вышел. Он сказал, что и эти хорошие, и те хорошие, и донатисты хорошие. Вы же из-за мелочи вообще поссорились. Давайте вернемся вообще к предмету спора. Это же ерунда. Ну, ничего не получилось. Донатисты жили своей жизнью. И к седьмому веку они исчезли совсем. Так вот. Хорошо. Влияние Августина, мы упомянем этот момент, особенно возросло, когда он стал бороться, как богослов, с пелагианской ересью. И мы немножко упомянем об этом. Пелагианская ересь берет название от своего основателя, британского монаха Пелагия. Был такой британский монах Пелагий. Он из варваров был. Его настоящее имя Морган. А Пелагий он получил при принятии крещения и потом монашества. И у него было несколько тоже помощников. Один из них Целестий был, ирландец по национальности. И они были оттуда, как бы принадлежали кельтской миссии. И кельтская миссия была достаточно таким посвященным Божьим организмам, Божьим устройствам, что ли. И когда они видели разложение церкви, когда они видели, как духовный уровень церкви падает в их... Они сами вели очень святой такой, аскетический образ жизни. Были посвящены Богу, сто процентов. Но когда они увидели упадок церкви, они хотели, что ли, духовного, морального больше, скажем так, возрождения. И как они это сделали? Они стали проповедовать некоторые учения, и не только у себя, но разъезжали по всей Европе и учили об этом. О чем они учили? Они учили, что Адам и Ева согрешили за себя. То есть нет такого понятия, как первородный грех, который передается людям. Они учили. Такого понятия нет. И поэтому у каждого человека есть выбор. Он рождается, и он уже может с рождения выбирать, грешить ему или не грешить. И путем собственных сил, собственных усилий человек может стать святым. То есть Бог уже с рождения ему дает определенные силы выбрать тот или иной путь. И в этом учении, оно потом его последователями было еще больше гипертрофировано. И в этом учении, по сути, жертве Христа места уже не находилось. Если человек своими усилиями может не грешить и добиться совершенства, он даже об этом учил, добиться святости, то зачем тогда вообще жертва Христа и к чему она как привела? Он больше о ней говорил как о примере, чем о искупительной жертве. И, конечно же, услышав это, Августин включился в борьбу с пелагианством, потому что он говорил о себе, что он был грешник из грешников. И только благодаря благодати Божией и силе Иисуса Христа, его жертве, он стал новым творением, не прилагая к этому, желая. С одной стороны, все-таки, знаете, не будем впадать в крайности, определенные же усилия Августин все равно прилагал. В богоискании имеется в виду. Амин. И Бог, как я уже говорил, на его желание, на его принятое решение дал ему благодать. И мы сто процентов зависим от благодати Божьей. Сто процентов мы не могли измениться собственными усилиями. Сколько ни пытались. Сто процентов мы не могли обрести вечную жизнь собственными усилиями. Мы не могли угодить Богу ни одним из своих добрых дел. Только через жертву Христа однозначно мы имеем доступ в Божье присутствие. Мы новое творение, все древнее прошло, теперь все новое. Только Бог мог сделать это в нашей жизни. Мы сами не могли стать новым человеком. Амин. Мы могли стать, может быть, чуть-чуть улучшенным старым своими усилиями. Но новым творением мы стать не могли. Переродиться мы не могли. Для этого ветхий человек должен умереть. А новый родиться. Это может сделать только Бог. Амин. И Августин спорил с ним очень серьезно. Пелагий, когда увидел... А его учение стало разделять церковь. Пелагий был скромным человеком. Он когда увидел, что это происходит, он сказал, извините, не то имел в виду, простите. И вообще ушел с кафедры, ушел с роли проповедника и где-то незаметно провел свою жизнь до последних дней. Его же сотрудник, этот ирландец, он вступил в спор, он пытался защищать это учение. Но в конце концов, это учение также было осуждено, как ересь. И было отвергнуто. Интересно, что начав бороться с пелагианством, Августин впал в другую, скажем так, крайность. Говоря, что спасение человека не зависит от самого человека. В конце концов, он стал делать некоторые выводы, что от человека вообще ничего не зависит. И потом богослов Жан Кальвин, в принципе, основываясь на измышлениях Августина, проповедовал то, что сегодня называется предопределением. Возможно, вы же слышали, да? Предопределение. То есть, по сути, он говорит, что есть часть людей от начала, с рождения, предопределены к спасению. Независимо от этого, будто они плохими, хорошими, но Господь все равно их приведет к спасению каким-то путем своим интересным. А есть группа людей, которые от начала, еще до своего рождения предопределены к погибели, к аду. И Бог за них решил. И то есть, они захотели бы спастись, а не спасутся, потому что за них все решено. Мало того, вся жизнь наша уже решена. И то, что ты делаешь сегодня, это уже Бог сделал так, чтобы ты поступил так сегодня. И, по сути, у тебя нет никакого вообще выбора, и ты двигаешься по накатанной по тому пути, который для тебя нарисовал Господь. Может быть, и Кальвин так жестко не учил, но опять его последователи усугубили, гипертрофировали это учение. Но, тем не менее, как бы вот в таком виде оно сегодня также существует. И, забегая тоже вперед, у Кальвина был человек по имени Армения, его последователь в Скандинавии, который, желая доказывать учение Кальвина, стал изучать Святое Писание и пришел к противоположному выводу. И сегодня его учение называется, ну, последователь называют армяниане, да, которые верят в выбор человека все-таки какой-то, что Бог дает выбор. Я тоже верю в выбор человека. Бог, ну, не то что уважает, он не может уважать весь наш выбор, потому что иногда мы такое делаем, но, скажем так, он позволяет нам это делать, он считается с этим. Вот так вот, да, наверное, скажем. Конечно, и знаете, если мы читаем Святое Писание, можно найти какие-то моменты о предопределении, можно найти какие-то моменты, которые вроде бы кажутся согласованными с учением Кальвина, а до этого и с учением Августина. Но есть моменты, которые перевешивают эти моменты. Если положить на одни весы, те перевесят. Допустим, есть стих, если произвольно грешим, не остается больше жертвы за грех. А если не остается жертвы за грех, то что остается-то? Ну, там говорится, что остается. Мухи, пламень, да, все, если произвольно грешим, не остается. Это уже про верующих говорится. Так же, да, как Павел, проповедуя в Афинах, говорит, и так ныне Бог повелевает всем повсюду покаяться. Какой смысл Богу повелевать тем, которых Он предопределил к покаянию? Это получается, как издевка определенная, что ли, да? Нет, Он всем повсюду повелевает покаяться, ожидая их обращения, но человек делает свой выбор. Амин. Хорошо, ну, у нас не эта тема, мы не будем ее глубоко касаться, но, тем не менее, у Августина были вот такие вот моменты с предопределением. Потом у него есть книга, если знаете, Святой Град, да? Или Небесный Град, уже не помню, где он говорит о духовном влиянии, влиянии духовной власти на политическую. Как бы, и по сути, он говорит, что вот как вот в Ветхом Завете судьи управляли, допустим, да, и так далее, то есть как бы он хочет привести к такой модели, что везде главенствующие места в политике также у него есть такие вещи, должны занимать божьи люди и так далее. И в совершенстве, как бы, в идеале было бы хорошо. Но так как мир не идеален и верующие не идеальны, из истории мы видим, что когда это и происходило в отдельных странах, не всегда это и хорошо даже было. Когда-то это было хорошо, а когда-то и не особо. Хорошо, слава Богу. Что еще можно сказать? Перед смертью Августин болел и тяжело читал псалмы Давида покаянные, обращался к Богу. Хорошо, год смерти мы уже записали. Пойдем дальше и немножко поговорим о том, что историю называют Несторианский спор или Несторианская ересь. Несторианский спор или Несторианская ересь. Названа она так опять по имени человека, который являлся центральной фигурой в этом. Его звали Несторий, он был монахом из Сирии, старец Несторий. Старец Несторий был монахом из Сирии. Затем он был рукоположен в Антиохии в Пресвитеры и был очень известным проповедником. О нем есть противоречивые данные. Его враги говорят, что у него было много красноречия, но мало мудрости, что он впадал в крайности, был эмоциональным очень человеком, резким человеком, даже грубоватым где-то. Простой народ вспоминает его как человека посвященного, ведущего аскетический образ жизни, простого. И этим он людям нравился. Он был больше человеком действия, чем человеком богословия. И когда он вступил на кафедру, он тут же стал метать гром и молнии против всех, кого считал еретиками. Это донатисты, пелагиане, ариане, все возможные в то время. И вроде бы он сказал императору, дай мне страну, которая очищена от всех еретиков, и я дам тебе небо взамен. Помоги мне поговорить еретиков, покорить еретиков, а я помогу покорить тебе персов. Буду молиться, и ты завоюешь их, типа. В чем был момент, когда Нестория объявили еретиком? Пришел момент, когда в церкви Марию, Мать Иисуса, стали называть Богородицей, родившей Бога. И он резко выступил против этого заявления, сказав, ну на самом деле она родила Бога, да? Но просто в то время уже были настроения, скажем так, к поднятию статуса Марии в христианской церкви. Ей придавали какие-то особые значения. Позже было принято решение, доктрина о непорочном зачатии Марии. Что не только Иисус был непорочно зачат, но и Мария была непорочно зачата. Позже в церкви было установлено предание о том, что до 12-летнего, по-моему, возраста она жила там, воспитывалась святой святых. Знаете, где ковчег стоял? Там священник заходил раз в год, а там девочка со скакалкой, да? Ну, маленькая же ей, сколько лет, 12 еще, наверное, развлекалась. То есть, вот такое. А сейчас даже в католической церкви была попытка принять доктрину о Марии соискупительницей. Что не только жертвы Христа мы искуплены, но и ею. И во Франции еще, но слава Богу, что состоялся собор, на котором отвергнуто было это учение, оно было осуждено. Но во Франции уже заранее думали, что будет успех, нарисовали иконы, на которых Мария стоит на земном шаре, вот так вот, вот так. И у нее раны там же, где раны и у Христа, и свет отсюда бьет. И Мария соискупительница. Откуда взялась эта доктрина? А из стихов, которые, помните, говорят, и оружие тебе самой пройдет душу. И причем тут это трудно понять, потому что понятно, что оружие пройдет душу, но причем тут соискупление. То есть, что теперь, она является соискупительницей, без веры в нее, типа, царство Божие приобрести невозможно. Такой интересный момент. И что интересно, что сегодня и в католицизме есть такое харизматическое движение, да? Как бы им тоже интересно, как трудно сделать однозначную оценку ему. Во-первых, конечно, тут нужно каждого человека, может, или каждое движение отдельно рассматривать. Но, допустим, у нас в Кишиневе тоже оно есть. И я был в костюле, и у них висит стенд, у них такое есть движение. Называется, по-моему, или Дети Марии, или Народ Марии. И они пророчествуют, но пророчествуют от имени Марии. И там вот такие вот бумажечки висят, дни отмечены, пророчества. И Мария говорит, вы дети мои, я за вас заступлюсь, я вам помогу, молитесь мне, я помогу вам. И непонятно, что за источник этих пророчеств, да? Очень странно. Поэтому мы не можем называть абсолютно братьями всех, кто, допустим, молится на иных языках. Потому что и шаманы молятся на иных языках. Мы не можем называть братьями всех, кто молится за исцеление. Потому что и Кашпировские молятся, скажем так, да? Ну, с натяжкой называть. Поэтому основанием для всего и для того, кого-то назвать братьям, должно быть Святое Писание. И основные моменты мы должны согласовывать по Святому Писанию. Амин. Делающие беззаконие. Амин. Хорошо. О чем мы говорили? А, мы говорили о Нистории. И Нистории был против, как бы, вот такого статуса Богородицы. Он говорит, давайте ее называть Христородицей. Родила Христа. А его стали обвинять в том, что он уничижает божественную природу Христа и говорит о Христе, как о человеке. И на самом деле, сам Нистории об этом не учил. Он вообще не особо богослов был. И поэтому он потом и признавался. Он говорит, я об этом не говорил. Но его обвинили именно в этом. Обвинили, что он, типа, учит, что во Христе обитал Дух Господень, как до этого в пророках. Ну, просто сильнее. Но на самом деле, он так не учил. Учили ли об этом его последователи? Ну, сейчас трудно сказать. Не так много документов. Но, в принципе, по этому вопросу собирается... У него много было соперников, скажем так. Ему многие завидовали. И собирается Третий Вселенский Собор, Ефесский. Он происходит в 431 году. Напишите. 431 год. Третий Вселенский Собор. Ефесский. Ефесский. Его собирает император Феодосий Второй. Ефесский. На этом соборе Несторий обвиняют в богохульстве. 431 год. Третий Собор, Ефесский. Несторий обвиняет в богохульстве. Лишает епископского достоинства. Предают анафемии. И осуждают его учения. 431 год. Третий Вселенский Собор в Ефессе. Учение История. Сам Несторий осужден. Оно было больше направлено даже на осуждение, наверное, самого Нестория. Но у него были последователи, с которыми он, скажем так, бежал в Персию, жил на территории Персии, Турции, Месопотамии. И около больше трех столетий, по-моему, в то время миссионерством в христианстве занимались в основном Несториане, последователи Нестория. Они дошли до Индии, Китая, Монголии, а некоторые из них были даже в Японии. Тогда, когда весь основной христианский мир решал богословские споры, затевал интриги, боролись за места, были заняты внутренней какой-то жизнью, в кавычках, церковной, Несториане проповедовали Евангелие на больших территориях. И Несторианской миссии положил конец нашествия Тамерлана, но потом в будущем, потому что до того времени буквально они еще проповедовали Евангелие. Интересно, что они, наверное, об этом сами не знают, но цыгане сегодня исторически по вероисповеданию являются Несторианами. Ну, их спроси, они не знают, кто они, но вообще именно последователи Нестория обратили их в христианство. И вот, как у цыган, знаете, есть цыганский барон, он вообще должен быть и их понтификом, то есть первосвященником, скажем так, духовным лидером, и он должен проводить богослужения. Конечно, этого ничего сегодня уже нету, но вообще исторически они считаются Несторианами. Хорошо, мы делаем перерыв, после перерыва возвращаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!